Так, мне нужны новости для ребаланса. Новости, новости. Где взять новости? А, на сайте есть новости. Нет, новостей нет. А это что? А я все думал, когда же вы появитесь? Всем привет! Вы смотрите видео о главных изменях оперативников калибра в обновлении 0.22.2. Признаемся, изначально мы хотели назвать этот выпуск промежуточным, но в процессе работы поняли, что это было бы большой ошибкой, и изменений много, и они ощутимо повлияют на игровой процесс. Начнем с общих. Как часто вы используете спецсредства кошмара? А гранаты арчера? Да, первое изменение касается газа. Сейчас газ хорош лишь для того, чтобы выкуривать противника из-за укрытия, да и то только в том случае, если враг не имеет иммунитета к данному эффекту. Мы решили усилить ядовитое облако, и вот что из этого вышло. Во-первых, газ будет не только наносить урон, но и замедлять на 25%. Это изменение касается всех оперативников, кроме тех, что в противогазах. Во-вторых, газ будет ухудшать видимость. Это изменение касается всех, включая оперативников с иммунитетом. Так что, даже если увидите в бою вражеского кита, смело используйте против него газ. Не раните, так хотя бы испортите настроение и помешайте стрелять. А испортить настроение вам смогут химики в режиме против ботов и новые бочки на картах гавань-амаль и полярная станция. Второе изменение касается эффектов растерянность и эмми. По своему действию они довольно близки и отлично дополняют друг друга. Мы решили их объединить. В следующей версии останется только эффект эмми, который будет как запрещать применять способность противнику, так и прерывать действие, если тот уже успел ее активировать. Считайте это усилением эмми и, соответственно, всех оперативников, способных его накладывать. Третье общее изменение связано с повышением удобства игры на 18 оперативниках. Сварок, Зубр, Ворон и все остальные, кого вы видите на изображении, смогут в любой момент самостоятельно прервать действие своей способности. Для этого достаточно повторно нажать на кнопку ее активации. И последнее короткое общее изменение. Все мины в игре будут уничтожаться с одного выстрела. И С4 Корсара тоже. Так уж вышло. А теперь Блиц по отдельным оперативникам. Способность Кошмара Гром станет дополнительно накладывать на противника эффект эмми. Для этого нужно попасть по цели три раза из основного оружия. На 15 уровне появится новое улучшение, которое даст два дополнительных снаряда для спецсредства. Советуем обратить на него внимание. Ведь газ станет опаснее, помните? Основное оружие Арчера теперь способно прострелить сразу двух противников. Ничего изучать для этого не нужно. Цели, по которым вы попадете, получат одинаковый урон. Новое улучшение на 13 уровне поможет избавиться от запрета на рывок и снизить замедление, которое получает Арчер после выстрела. Рекомендуем выбрать новое улучшение опытным игрокам, предпочитающим играть на средней дистанции и активно перемещаться по карте. Способность Коваля станет лечить моментально, а улучшение 9.2 повысит эффективность лечения на 10 здоровья вместо 5. Как это есть сейчас, восстановление брони при самолечении способностью будет являться базовым свойством. Наконец, переходим к САС. Как мы уже говорили в статье, коллекция САС получила слабее, чем задумывалась. Поэтому мы немного усилим оперативников. Спецсредство Люмина получит сразу 3 улучшения. Граната в базе станет на 2 больше. Увеличится дальность броска на 2-3 метра. И что важнее, урон в секунду вырастет в 2 раза с 10 до 20. У Таура изменятся все улучшения на 12 уровне. Напомни, все они изменяют характеристики спецсредства. Улучшение 12.1 будет давать дополнительный магазин, но при этом снизит урон спецсредства на 10 в тело и на 12 в голову. Улучшение 12.2 будет увеличивать бронепробиваемость спецсредства на 40% и урон на 12. Улучшение 12.3 позволит накладывать эффект оглушения на 2 секунды, но при этом запретит пробивать укрытие. Главное изменение Спарка – доработка его способности. Мы видим отзывы о том, что сейчас игрокам трудно попасть по цели. С выходом обновлений эта проблема решится. Кроме того, активация сцепного лечения будет расходовать на 10 очков выносливости меньше. Область регистрации попаданий мины Белла станет больше, благодаря чему по ней будет проще попасть. У основного оружия в режиме автоматической стрельбы мы уменьшим вертикальную отдачу на 38%, а также изменим угол обзора у обоих прицелов и скорректируем чувствительность мыши в режиме прицеливания. А на этом все. Я рассказал вам только самые главные изменения. Если хотите узнать все подробности, то читайте статью на сайте. Ссылку оставил в описании. До встречи в бою! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok